ДАРК СОЛЛА 2 ДАРК СОЛЛА 2 Души лежат прямо здесь Так что запомните, если вы погибли на том боссе Души можно подобрать здесь Я не хочу с ними драться, честно сказать, вообще не хочу Давай, поехали! Успел? Под конец мне там запинали с легонца АХП вроде бы не отнялось, да? Давайте вернемся Обратно сюда Кстати, я потом, после этой игры, после вчерашней, неудач, начал вспоминать, как же все-таки я месяц назад просто играл, как я убил того преследователя, я вспомнил как. Это с помощью того щитка, который парированный, а я и забыл про него, представляете, а мы его продали, вот это еще одна проблема. Да. Здесь у нас, о, у нас многое. Все используем человечность. Так же я придумал, какой я буду собирать себе сет, но там будем об этом позже. Сейчас нам нужно отчинить, чиним колечко, видите, 3000 стоит, я вам говорю, что 3000 стоит. Ну, можно усилить меч, потому что, не знаю, мы еще не скоро найдем. А вот щиток, да, это проблема будет. Так, сейчас, секунду. Сначала нам нужно будет пройти до локации, хорошо. Делаем так, убираем это, убираем это, убираем это, убираем это. А, да, я еще в прошлый раз начал говорить, мы тогда души используем все. В прошлый раз я начал говорить про мелки и закончил, да, что есть маленький мелок, вот он, есть большой мелок. В чем же между ними разница? Не только в размере надписи, да, а там есть очень весомый аргумент, так сказать, очень большая разница между ними. Например, маленький мелок, когда вы рисуете, там будет маленькая надпись, да, это понятно. И при том, смотрите, когда вас вызывает, вы сможете находиться в мире 5 минут. Или там, по-моему, 5 минут, или пока ты не убьешь определенное количество монстров. Ну, короче говоря, не больше 5 минут точно. Потом это, вы будете начинать чернеть. И потом уже обратно себе в мир возвращаешься. У нас есть два шоковистых фигни. Вот это есть. Вот и все, вся разница. А большой мелок, во-первых, вы можете находиться в мире бесконечно, вы можете убить хоть сколько народу, да. Это, вот смотрите, и в этом есть плюс. То есть, например, если вы бегаете где-нибудь, там, выполняете свои, там, дела, да, делаете миссии, выполняете. И у вас, короче, осталось мало прочности оружия, мало, там, не знаю, фляги осталось. Вообще все по минимуму, да. И вы думаете, что же, блин, делать, а. Вы можете оставить именно маленьким мелком пометку, да, чтобы вас вызвали. И просто примерно 5 минут побегать в другом мире, да, помогать, там, кого-нибудь убивать, или просто побегать. И когда 5 минут пройдет, долг будет исполнен. И вы, когда вернетесь, у вас будет все полностью восстановлено. ХП восстановлены, банка, человечность, все, прочность оружия. Вот такие вот дела у нас. Так, что давайте к ней подойдем. О, да, я забыл, надо апгрейдить. Мы сейчас уже видели, я забыл про него. Потихонечку будем прокачивать левил. Левил, левил, левил. Левил, левил, левил. Давайте прокачаем интеллект на восьмерочку. Почему на восьмерочку? Потому что у нас будет НПК, да. НПС, НПК, не важно. Как раз он будет в безлюдной гавани. Пристань, безлюдный пристань, по-моему. И он будет с нами разговаривать только, когда у нас будет интеллект от 8 и выше. Она уже с ним поговорить. Он будет там продавать всякую магию, это, в принципе, не так важно. Но все равно, он нужно, чтобы он перешел к нам в деревню. И потом, когда в деревню мы соберем там человек 9, да, НПК, нам дадут уголь вражды. Ну и просто будет удобно, что все в одном месте. Так, мы сейчас идем зачищать. Ну, как я уже сказал, да, вспомним, как я убивал босса. Для этого нужен щиток. К сожалению, я его продал. Я уже все сказал. Это большое сожалению. Но, все-таки, у меня есть надежда. Не так все просто. У меня есть капля надежды на кое-что. Опа. У меня есть надежда, да, что если я заюзаю в этой локации уголь вражды, щит может вернуться. Не факт, не факт, но я буду надеяться на это. Само собой, после этого все... А для чего же мне нужен щит? А я хочу сделать все честно. Я пройду босса еще раз. И мне придется сложнее гораздо проходить. Мне придется проходить босса на НГ+, то есть на сложности на Евгейм+. То есть я не мог убить преследователя так, но придется мне убивать еще на большей сложности. Давай, прыгай. Ой, тихо-тихо-тихо. Ну, в принципе, так нормально дамажим мы его. Плохо. Опа. На-на-на-на-на-на. Убиваем черепашек, зачищаем эту локацию. Именно сейчас нужно ее зачистить, да, потому что на НГ+, это будет уже сложнее. Мне нельзя, нельзя, черепашки. Мне нельзя, нельзя, черепашки. Пам-пам. Па-бум. One, two, three, four, five, six, seven. Видите, сложно, когда он бьет по прямой, да? У нас идет замедление. Вот видите, замедление идет. Я очень медленно иду. Ох ты, как ты меня впечатал прям. Ладно. Так, я думаю делать прокаст. А, кстати, если идем за спину, видите, он падает и опять замедление. Блин, что ж такое? Не хочет он подыхать, не хочет. Окей, так, черная огненная бомбочка, косточка возвращения. Как раз мы сейчас использовали косточку. Поставим сюда дротики. Шлем пового солдата. Так, у нас есть еще что-нибудь полезное? Есть у нас полезное. Не всех буду черепаху убивать с руки. Так, вот я все сказал, все, что хотел. Нужно найти щиток. Опа, опа. Лишний удар. Лишний удар делать не надо. Так, в идеале убить всех черепах и наверху тоже. Хотя, я могу это сделать. У меня есть стрелы ядовитые. Я могу с крыши просто там отравить двоих. Давай. Опа, удар. Я подбегаю, убью. Отхожу. Удар, замедление. Я не могу подойти, где я. А, вот он. Удар, замедление. Да что ж ты такой вредный? Ну, во. Видели, я пошел ва-банк. У них тоже выпадает очень хорошая броня, но она нереально тяжелая. Просто нереально. А, почти. Но, если вы собираетесь в танка, то спокойно можете собираться. Но, само собой, вам нужно будет качать в ФЗЧ. Ой, не, подождите. Не в ФЗЧ. А, в ФЗЧ, по-моему. Я что-то уже забыл. А, сейчас мы глянемся. Секунду, секунду. Да, в ФЗЧ это вес груза, а с АТК это выносливо. Все правильно. Вам нужно будет сильно качать в ФЗЧ. Сильно, сильно. Так, засада. Опа. Пробил. Ну-ка, мне рука свободная, свободная. А-а-а. С кулака убили. Полуторный меч. Хороший меч, кстати. Но у нас есть огненный, мы его прокачивали. Так, черепаха там стоит пока. На, на. Ох ты. Ну, это что-то слишком нагло. Можно я пройду? Надо быть немножко поосторожной. Кстати, осталось черепах не так уж и много. По-моему, две. Раз. Два. Раз. Два. Три. Так, все, проказ сделали. Отлично. Потом там неприятный лучник. Ну, мы ему отомстим. А-а-а. Еще наверху у нас черепахи. Все, я понял. Помните, мы здесь были? Тогда я говорил, там черепахи стоят. Так, больше они здесь не стоят. Идем дальше. У нас будет здесь костерчик. Тут, как я помню, здесь у нас должны... Ой, господи Иисусе. Ладно, сейчас я перезапущу. Все, я вернулся. Вылетел стим. Упало, короче, соединение упало. Все, здесь, как я помню, должны быть сет охотника. Должен быть. Сет охотника. Ну-ка, что он там нам дает? Ммм, слабенький сетик, да? А, вот он, да, вот он. Еще показатель в Б. Короче, ерунда. Ну что ж ты делаешь, ты человек. А, это не человек, ладно, все. Ему можно. Запрошли мы, прошли бы быстренько миссию. Абсолютно спокойно, без проблем. Потом мы это дерево будем использовать. Здесь ничего нет, тут плюшки. Нет, да. Потом мы это дерево будем использовать по полной. Идем сюда. Ой, испугал немного, ну ладно. И осталось последнее. Сейчас мы убьем двоих черепашек. И потом ускорим еще в одно место, и все. И будем юзать уже уголь вражды в надежде, что... Появится, появится щиток. Можно, конечно, подняться к ним и убить их там. Но можно сделать немножко просто умнее, издалека их чик-чик порешать. Нужно четыре выстрела. Смотрите. Все, пошло, видите, да? То есть, чтобы травить, вам нужно или сделать четыре выстрела из стрелы... Из звука, да? Сделать четыре выстрела. Или, например, четыре ножичка отравленных кинок. Вот, это надо сделать сразу, то есть, там не через полчаса. Вот, все. Видите, как все легко. И пока он там мучается, я не могу прыгать нормально, да? Умираем. Вы, зачем вообще не надо прокачивать именно мне? Мы не будем прокачивать, потому что... Я хочу сет, весь сет будет весить примерно восемь килограмм. Как вам, а? Это сет легкой брони будет у нас. То есть, я, когда играл, да? Я говорю, что я много раз разные раскачки пробовал. Пробовал я и средние доспехи, и тяжелые, в танка там. И вообще, бит доспехов даже играл за мага. Самая моя сильная раскачка, я уже рассказывал. Где-то молнии били по 750 и больше. Ну, попробуем теперь через легкие доспехи, чтобы у нас была скорость, мобильность. Все, здесь мы закончили. У нас еще осталось одно место. Там, быстренько пройдем туда. Все, теперь с чистой душой. А то, вы видите, мы сразу пошли в безлюдную гавань. Нет, это, конечно, зря я там делал. Там, горение, у меня ничего нету, нету. Ладно, все. Отправляемся вот сюда вот. И все. И сейчас нам нужно еще в одну сторону сходить. Убить там по-быстренькому всех. И сделаем одно страшное дело. Давайте даже мы оставим уголь. Или пока не оставим. Можно оставить. Давайте оставим уголь. Если что, мы поможем, потому что души лишними не бывает. Или оставить маленький уголь. А давайте сделаем, я вам покажу точно. Давайте оставим маленький, да? Не уголь, а в смысле мелок. Оставим маленький мелок. Я вам покажу. Ну, сейчас мы пойдем там дальше воевать. А когда вот у нас уже орудь уже испортится, нас кто-нибудь вызовет. Хотя нас вызовут, я думаю, гораздо быстрее. Нас прямо сейчас могут вызовать. Давай, мой друг, выходи. Ах ты засранец. А, еще раз смотрите. Ну вот, видите, вызывает меня. То есть, если когда большой мелок, да? У вас будет все время один и тот же фантом. Когда маленький, вы будете потихонечку чернеть. Чернеть, чернеть, чернеть. О, нас уже как много. Привет, братюля! Да, они не хотели от них ждать. Вау! Можем тратить флягу, без разницы. А что он хочет-то? Эм... Эм... А что хочет этот человек? Зачем мы сюда идем? Зачем мы идем сюда втроем? Он хочет убивать... Что? А, он уже убил, понятно. Он хочет запрыгнуть отсюда, да? Ну, ясно, короче. Но мы так не прыгнем, если эти дебюты будут здесь стоять. Ну, давай. Ну, понятно, там куча саламандры. Видите, здесь три входа. Первая со двери. Вторая здесь проход. И третья прыгать сверху, использовать кольцо кошки. Ммм... Здесь прыгать очень тяжело, поверьте. Уху! Почти. Нам без разницы, я вам говорил, да? Что... Видите, даже он не может запрыгнуть. Но, я не знаю, нам все равно. Пять минут. И все, и нам больше ничего не надо. Пять минут! Пять минут! Но здесь запрыгнуть можно, опять же. Если потренироваться, то можно. Но я не вижу смысла, зачем? Какая вообще логика? Там есть, конечно же, эти, секретики, да? Эх, короче, трата времени. Не более. Я-то думал, получим какие-нибудь там души, поубиваем кого-нибудь. Это все полная фигня. Он не прыгает. Нет, нет. Ладно, давайте пускай он сам прыгает. Этот, видите, тот с первого раза запрыгнул. То есть, он по-любому тренировался. Я знаю, брат, секрет, но... Я говорю, смысла, в принципе, нет. Мне было бы, наверное, легче купить колесо, поверьте. Потому что колесо в любом случае нужно было бы купить. Кольцо кошки. И там спрыгнуть сверху, да, на определенное место. И все. Мне интересно, как мы будем убивать ящерец. Это такая маленькая проблемочка. Такая малюсенькая проблемка. Короче, ладно, все, пошли в жопу. Трата времени, идиота кусок. Для этого он звал троих. Все, пошла отсюда. Ни о чем. Реально, я тут думаю, там, может быть, быстренько на бусик отходим. А? Мы обязательно сходим на саламандру. Я вам потом покажу. А, флягу истратил. Ну, ничего страшного. Так, нам нужно идти вот сюда. Вот. По-моему, здесь я не закончил. А тогда? Мы ходили влево, но вправо мы не ходили. Да, давайте сходим. Это будет последнее наше место, где мы не были на этой локации. Можно попробовать. Ой, ой, извиняюсь. Ладно, ничего страшного. Опа. Видите, ножички очень сильные. Нереально сильные. Просто у них дамаг по миллиарду идет. Я рассчитывал. Давайте убьем, чтобы просто там потом не мучиться. Там же нужно будет нам прыгнуть. Да, это тоже будет проблема. Ну, если будет не получаться, я буду перематывать. Кстати, вообще советую делать вот так вот. Потому что у вас вес становится легче, и легче будет прыгать. Это кто хочет с первого раза. И ты не хочешь время тратить. Потом делаем так. На! Видите, он стал передан на колени. Надеюсь, у нас ничего страшного нет. Так, что здесь такое у нас? Кортик, шлем пехотинца. Кортик, кортик, кортик. Как я помню. Да, да, да. То есть это количь, и он вперед тыкает. Ну, мне не нравится такое оружие, честно сказать. Вообще не нравится. Тем более, они очень слабые. Хотя там есть шанс крита. Ну, что ж. Здесь мы все сделали. Теперь осталось самое главное. Это уголь вражды. Или можно еще сделать одну вещь, которую мы не сделаем. Если убить рыцаря Хейда, да, он даст нам меч. А, мне все равно его доспехи не нужны. Ладно, пофиг. Я никогда не делал этого именно на этой локации. Никогда не сжигал уголь. Заметьте еще важную особенность. Что когда вы сжигаете уголь, да, повышается сложность. То есть будет НГ+. При этом, заметьте, что все призывы вот этих помощи, и я буду вставлять, они будут работать только на НГ+. То есть люди из обычной игры не увидят мой призыв помощи, и я не увижу их призывы помощи. Только тех людей, которые тоже использовали НГ+. Так, на этой локации я уже убил двоих боссов. Я сделал все, что можно было. Поэтому мы сделаем так. Мы не будем думать, как всегда. Я сначала делаю, а потом думаю. Хоть бы щит появился, пожалуйста. Все, обновили мы локацию. Сделано, но не вернешь. Я знаю. Вот, видите, появляется. Сейчас будут все крипы посильнее. Убейте немножко сильнее. Я бы убивал вас в первом разе. Блин, неужели не получилось? Стоп. Так, дайте. А, блин, там ничего нету, да? Неужели не получилось? А где же брать мне щиток? Ну, что вы там стоите? Давайте залазить. По-моему, он лежал отдельно. Ну, а да, они это предусмотрели, скорее всего, чтобы не брать сразу несколько. Хотя, хотя я не понимаю смысл. Окей. Смотрите, в принципе, я не такая уж и сложная тема. Нету, да? Ага, ага, ага. Что же делать-то, а? Не, без этого щитка мы не убьем преследователя. Не убьем. Очень плохо, что его здесь нет. Очень плохо. Кстати, можно еще запрыгнуть в задовод. Здесь есть такой баг. То есть на эти перила прыгаем и потом туда переходим. У нас все восстановилось. Видите, все плюшки вернулись. Здрасте, хочешь? Опа, опа, опа. Кстати, как я помню, скорее всего, бэклер, баклер, да, нельзя купить. Хотя, может, я ошибаюсь. Дайте сейчас тогда я гляну, можно его купить или нет. Так, ну я вот, короче, вернулся сюда на базу. Эх, можно попробовать другой вариант. Ну да, это мой костяк, что я поторопился, продал все вещи. Стоп. Еще тысячи. По весу одинаковые, да? Давайте попробуем вот этот вариант. Это, конечно, немножко другое, да? Ну, быть может, поможет. Ну, нужно именно парирование. Как вариант. В принципе, выносливости немного требует. Ну что ж, идем на смертную казнь. Все-таки я хочу убить его один, соло. Чтоб потом никто ничего не говорил, типа, ой, ты убил там при помощи других. Мы сделаем больше. Я буду пробовать его убить соло на НГ+. При том, что у меня все эти же самые доспехи, все то же самое. Для начала давайте сейчас мы потренируемся. Делаем парирование. Потому что тем щитком мне было гораздо удобнее у маленьких. Давайте. Ой, рано, рано. Рано, рано. Еще раз. Да что ж такое? Нет, 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 нет. Видите, медленный щит, медленный. Кстати, мне еще тяжело. Сейчас, секунду. Блин, да, мне тяжело еще прыгать. Да останьте от меня, дебил, кусок. Нет, нет, слишком рано. Я говорю, видите, нужно привыкать к этому. Когда ты играешь с маленьким щитком. Мне тяжело все равно. Да подожди, что тяжело мне. А, убей еще. Давай, убей, убей меня. Молодец. Смотрите, не хочет отставать. Просто не хочет отставать от меня. Ладно, сделаем туда вот так вот. Угу. Или одень на что-нибудь полегче. Например, вот это чудо. И еще раз. Еще одна проба. Видите, у них алибарда, да? Ее сложнее блочить. Ох, какая красота. Как же... А, где же NG+. Да я-то забыл. Вот, все, получилось. Ну да, алибарду, конечно, сложнее блочить. Это безусловно. Но можно блочить. Потому что, видите, у нее такая размахистая анимация. Такая размахистая. Давай еще одного. Эй. 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 Ау. Хей, бомбо. Опа. Да, блин. Я же знал, что он ударит. Ааааа. Нет. Конечно, тренироваться на алибарде, это самая бредовая вот идея. Давай, ударь. Па-па. И заметьте, он даже не сдох. А так бы он сдох по-любому. У тебя вроде меч. О, да. У тебя меч. Давай, друг мой. Рано, 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 рано. Блин, да что ж такое-то? А, молодец. Ну, видели, да? Он пока показывал свою бутылку, нас убили. Ну, ладно, что ж. Пускай будет так. Хорошо, тогда я пойду сразу на босса, потому что это потеря времени. Буду пробовать. Все, пробуем просто с вами, не получается. Буду сам пробовать, пробовать. И в любом случае я сниму. А, у меня же колесо. Все, что я сюда иду-то, да. Что-нибудь ударит по ней? Давай, бей. Пама. Эээ, ладно. Эээ, ладно. Молодец. Больно, больно пробивает. Ой, как больно. Давайте попробуем еще раз. Нет, нет, плохо. Да что ж такое-то. Ну, видите, не успеваю просто сделать. Ого, наконец-то. Ну, у босса, видите, у него там, конечно, удары будут немного помедленнее. Но самое главное, тоже их нужно приугадать. Ну, он говорит, плохой щиток. Ну, ладно. У меня нет другого выхода. Я сказал, что я убил его соло. Поэтому я пойду убивать его чисто соло. Без всяких мантомов, без какой-либо помощи. Это будет, конечно же, сложно парировать таким щитком. Против босса еще в НГ+. О, на халяву получили стрелы. О, ящерица появилась. Даже ящерица появилась. Какая прелесть. Ну, какая халява. Осколок дитамита. Все, пойдемте. Баклер, как я понял, да, что его больше нигде нельзя взять. Это тоже очень глупо. Я не понимаю, почему нельзя было сделать, чтобы его можно было купить. Теперь сразу у нас два врага. Ох ты, теперь у нас три врага. Неплохо. Против троих постоим. Неплохо. Теперь просто сделаем вот так. Да мне все равно на вас. Я пошел дальше. Пускай амашу, чем хотят. А мы сейчас быстренько приближимся. О, косточка возвращения. Наши пофиг на них. Не обращаем внимания. Все равно мне. Вот она, вся мощь алибарды. Вы видите, да, за километр бью. Тут там еще и фантом. Ёлки паут. Офигеть. Как же у вас много-то. О, короче, я на жопу не пришла. Хотя бы по одному давайте. Нет, не успел. Еще раз. Надо бы нервоваться. Счет слишком медленный. Ну да, молодец. Прям вообще по таймингу. Прям по таймингу все. Так, большая душа. Просто я говорю, видите, надо привыкать к такому щитку, конечно. Это совсем другая история. Ладно, давайте уже убьем его. Ну что ж. Веселье начинается. Пробую сначала так, да. А потом уже буду сам. В любом случае, я когда-нибудь уже привыкну к этому щитку. Ну, он такой тяжелый, конечно, жесть. Даже сама анимация такая. Бах. Бах. Ну что ж. Это будет нелегко, но я должен сделать это сам. Это мы уже все видели. Ох ты, красавчик. Я не знаю, каким способом он это сделал, но красиво. Нет, нет, нет. Не успеваю, не успеваю. Опять то же самое мучение. Кстати, вот этот вот синий нельзя отбить у него. Я просто не увидел, он даже не успевает поднять щит. Это будет тяжело. Это будет, само собой, это будет очень тяжело. Нет. Да, он везде попадает. Абсолютно везде, где бы я ни был. Ну что ж, будем мучиться. Там будет, кстати, просто бежать, да и не убивать ее. Да, на, он просто стоит. Ну ладно, буду пробовать. Это много времени зайдет. Пару часов, часов пять, наверное, минимум. Или часов десять. Так, ну, потихонечку пробуем. Можно, кстати, его еще убить. Вот. Только я включил запись, и он начал сразу бросирать. А, у меня еще банки нету. Хорошо. Ладно, надо было запись не врубать, потому что всегда, когда я врубаю, мне все идет не так. Кстати, да, я... Вот таким вот способом мне надо его убивать. Но, из-за того, что я не поставил банку, дурачок. Нет, я не успею поставить банку никак. Вот эту вот атаку нельзя, никогда не отбиваете. Ее нельзя отбить. Оп, оп, оп. Я его убью когда-нибудь, в любом случае, поверьте мне. Я сейчас только со второго раза зашел. То есть, сейчас первый раз убили меня, и сразу пошел еще раз. Видите, уже получаю за что-то. Кстати, я же забыл... А, я не могу оружие зачаровать, точно. Нет. А, все, все, здесь труп я. Ладно, еще раз пробуем. Будем пробовать еще. Давай. Нет. Ясно. Его можно убить, да, если все грамотно делать. То есть, его нужно... Нет, нет, плохо. Все, абсолютно плохо. Когда я врубаю запись, да, сразу мой скилл падает на минус 58. В общем, его нужно именно... Молодец. Даже в прыжке убивает. Я просто не успеваю хилиться. В общем, его нужно стопить. Я понял, что у тебя банка пустая. Молодец. Стопить перед катапультами. Так, все, давай, давай, дружок, иди сюда. Вот так стопим, потом бежим вот сюда, вот. И стреляем. Нет, нет, он сломает катапульту. Правильно, молодец. Немножко не получилось. У нас больше нету катапульт, поэтому, скорее всего, я уже все, помру здесь. К катапульту его можно очень быстро убить. Очень быстро. Молодец. Пускай убивает. Катапульта нету, смысла нету уже. С руки я буду его очень долго бить. Очень долго, долго, долго. Вот я говорю, вот так вы сделаете. То есть перед катапультом ставите его, да? Это же истрача хил кларит тебя. Эх, плохой ты человек, скажите, или плохой. Ну, так, конечно, можно, это будет очень долго. Суносливость огромная проблема. Да, да. Хотя это, это нельзя, я же говорю, нельзя, это больше. Пускай. Ну, все равно, я говорю, с руки убивать на НГ+, смысл равняется нулю. Просто ну-лю. Сейчас я сделаю и попробую все-таки катапульты. Это, конечно, такой самый тяжелый выпуск. Ладно, пробуем тогда вот так сделать еще раз. Кушаем зеленый цветок. Дает мне повышенную скорость выносливости, регенерацию. И бежим потихонечку, бежим, бежим. Нас, нас будут сейчас агрессы, нас будут бить. Это нормально. Нам надо, чтобы мы нормально успели войти. Давай, давай, беди, беди. Видите, сколько много призывов, мы не будем использовать ни одного. Ну что ж, давай, сюда вот, главное, чтобы он встал, вот сюда вот. Нет. Не так, вышел, как я хотел, ну ладно. Надо, конечно, его стопить. Все, я в тупике, короче. Я не могу выйти отсюда. Надо его встанить. Давай, давай. Еще раз. Теперь сюда. Ух ты, пробил. Нечестно, ниче. Нет, все, 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 молодец. Ну что, давай еще разок, братюня, давай. На! Ой. Душа преследователь, кольцо клинков. Все, я сделал это. И заметьте, да, заметьте. Без всякого шмота. Без всего. Кстати, вот за меня оружие такое убогое. Настанит у меня дебил кусок. Да, я закончил. Ну, наверное, разу с десятого я все-таки смог это сделать. Я потом сбросил шмот, потому что реально смысла нет никакого. Делать его. Потому что в этой игре шмот, он дефит, знаете. Так. Они сделали просто модельки. Ради картинки, и все, не более. Там деф идет, да. Но он настолько минимальный, что в некоторых случаях даже лучше не одевать шмот, чтобы была скорость, прыжки, укол. В принципе, убил я его довольно быстро, если учесть. Я имею ввиду, когда я зашел, да, сюда вот. Ну, не с первого раза, конечно, с десятого. Но при том, заметьте, без доспехов абсолютно. Сраным ножом, мечом, это полное говно, короче. Он вообще не дамажил. Поэтому лучше огненно использовать. Просто заходим сюда, вот. Он появляется из тени. Грамотно очень, где-нибудь здесь вот агрим. Отбивая его удар, он станется. Потом бегу, 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 бегу. Сюда вот нажимаю. И пил, пил, пил. Пау! Первый раз выстрелил, да. В него попало сразу, и он так отбросил его. То есть он не смог потом ходить сразу. Также потом сделал второй выход, выстрел так же попал. И третий. То есть, грубо говоря, если вы в него попадете с первого раза, то у вас есть шанс все три раза, все три выстрела сделать прямо в него. Все, смотрите, я свою задачу выполнил полностью. Первого босса убил соло. Этого босса я убил с помощью. Теперь, вы видите, я убил его, во-первых, чисто голый соло. Во-вторых, на нг плюс. Это еще арано. Очень рано мне идти еще на нг плюс, но я это сделал. Очень рад, все. Мои миссии выполнены. Мы всех боссов будем стараться убивать соло. Конечно же, щиток не самый идеальный, но более-менее я уже все приучился к нему. Но все равно, я бы хотел тот, конечно, найти. Вот, 34 тысячи душ. В принципе, неплохо так поднял. Сейчас я гляну, сколько у нас по времени есть. Секунду. Да, у нас еще осталось время. Ну что ж, свою миссию выполнил. Босса мы убили. Теперь самое интересное у нас еще впереди. Нам нужно убить еще одного босса. Пока у нас время есть, делаем следующее. Во-первых, используем косточку. Да, мы будем убивать всех боссов. Но заметьте, призывать мы фантомов будем только по сценарию, которое... Почему? Я объясню, почему. Не потому, что я там не могу кого-то убить. Вы видели, я сейчас убил на НГ+. Поверьте мне, это рыцарь, вот этот рыцарь. Он довольно сложный босс. А вот и один из самых сложных боссов. Именно по своей скорости, удару, анимации. Это как по мне. Почему мы будем вызывать игровых фантомов? Не других игроков, да, по сценарию. Потому что по сценарию, если ты их вызываешь, и они выживают, да, они потом тебе дают свой шмот. Это тоже мне нужно. Мне нужны их не шмоты. Я хочу выполнить все миссии по сценарию. Кстати, ну-ка, интересно, а что здесь обновилось? Сундук. Неужели еще один мелок будет? Прикиньте, два мелка. Ха-ха. Топорик. Ну, топорик был. Так что, запомните, да, если долго мучиться, что-нибудь получится. Мы будем использовать щиток, да, только вот именно против боссов. Для того, чтобы отбивать удары. Малый кожаный щит. О, на халяву порошок для починки взял. Два щитка уже у меня. Ну-ка, если сделать так, я буду монстром? I am monster. Фу, фу. Нет. Фу. Лучше. Вот это можно так же сделать. Я сделаю, чтобы меня кто-нибудь вызвал на помощь, я буду так бегать двумя щитками. Монстр будет такой. Киборг. Нормально. Сейчас все будет по два. О. Кстати, да. Так что, заметьте, что железные сундуки, они не обновляются. Я не обращал внимания. По-моему, да, все правильно. То есть, подождите. Да, вот здесь у нас был деревянный, он обновился. Да, железный не обновляется. Потому что я говорил, да, что в железном там спрятаны сокровища такие, посерьезнее. Там внизу, по-моему, тоже железный, да, сундук? То есть, там еще одного меча огненного я не смогу взять. Хочется проверить. Давайте я потом проверю как-нибудь уже, чтобы время не тянуть. Давайте оденем свой шмот, потому что я могу, говоря, без шмота. Легко. Но это будет неинтересно. Именно потому что хочется собрать все-таки сет. Ну-ка, стоп, а это что такое у нас? Это же тоже маленький щит. Малое утражение удара. О, смотрите, какая красота. Вот это мне нравится. Это уже получше щиток будет. Давай, иди ко мне, радость. Попробуем. О! Эх ты, мертвец. Ну, да, да, я уже говорю, что совершил огромную глупость, что пошел, продал все вещи. Надо было оставить щиток. Поздно жалеть, я уже заметил, да. Короче, за это ответил. Мне пришлось помучиться очень сильно. В итоге я ответил за свое содеянное. Поэтому никогда не продавайте этот маленький щиток. Буклер никогда не продавайте. Он всегда вам может в это помогать. Всегда придет на помощь. Хорошо, все, убили. Теперь можно нам потратить с умом. Кстати, да, про новый сет. Я хочу нафармить один сет. Это будет легкая броня, но я хочу именно этот сет. Для этого что мне нужно будет? Сначала надо будет нам пойти в безлюдную пристань, убить просто босса. Ну, мы в любом случае будем призывать. Я уже сказал почему, да. Фантомов по сценарию. Потому что у нее, кстати, очень хороший сет. Вот этой вот фантомки. О! Я сюда ни разу не поднимался. Так вот. Можно еще сделать следующее. Интересную вещь. Пока мы в городке. Давайте сделаем полезности. Что у нас здесь? Хорошо, у нас здесь мало очень хилок. Напоминаю, что если мы купим на ней на 10 тысяч, да, она... А, во-первых, мы купим шляпу трансовщего торговца. Она нужна, потому что она увеличивает шанс нахождения вещей. Это мне не нужно, потому что я буду пытаться собирать сет. Я вам потом покажу как. Почему-то она бесконечная, я не знаю почему, смысл, но ладно. Потом купим мы хилок маленький. В начале они актуальны, как никогда. Ножечков купим. Ну и все, остальное все на левил потрачу. Апгрейд оружия мне сейчас смысла нету. Кстати, все на левил. Так, надо починить мне одно кольцо еще будет. 3 тысячи стоит. Адаптация всего лишь 7. А какой уклон я хотел? Конечно же, не будет никакого уклона. Поднимаем адаптацию. Нет, много. Вот так вот, до 12. Я говорил, адаптация нам нужна 30-ти, чтобы у нас уже был уклон. Мы могли спокойно пвпшить, содраться с боссами. Все, идем, чинем колечко. Колечко нам тоже обязательно нужно. Ну что, сейчас нужно идти к новому боссу. По времени пока у нас мы вряд ли успеем, но пойдемте. Это кольцо мы уберем. Поставим вот это. Он вместо этого поставим в жизнь. Потому что там регион выносливости настолько никчемен. Нет, мы сейчас еще кое-что забыли. Мы сделаем так. Подходим к костру. Зажигаем факел. Можно было, наверное, там это сделать. Ну ладно. Я вот не помню, есть ли там у нас костер. Не костер, а какой-нибудь источник огня. И прыгаем вниз. Нет, мы вниз не прыгаем. Мы заходим сюда вот и смотрим. Не забывайте, что еще можно кидать уголь вражды в этот костер. И он, по идее, тоже будет обновлять эту локацию. И здесь будет появляться ключ-камень фароса. По идее. Ну, должно бы такое. То есть здесь вообще все, по идее, будет появляться, кроме железных сундуков. Потом идем сюда. Вот, во-первых, здесь, видите, загорелось. Костерчик загорелся на карте. Она-то бесполезная вещь. Я вот не помню, где-то, по-моему, еще должна быть фигня. Где-то еще фонарик был. Или все, или это один фонарик. Это один фонарик. Это один фонарик. Так, нет. Что-то еще. Где-то еще. Я помню, что, когда я зажигал фонарики, да, все у него. Но где они? Больше нету. Странно. Он, короче, нам свой шмо должен отдать. Почему я не вижу еще? Так, это точно не то. Странно, странно, странно. Кстати, заметьте, свиньи не идут за порог. Здесь я вроде все зажег. Ладно, давайте я уже потом еще посмотрю, где у нас здесь есть фонарики. Может, просто что-то не замечаю. Может быть, там маленькие. Я не помню, короче. Ну ладно. Но суть в том, да, что если мы здесь факию зажгем, где-то еще, по-моему, должен быть, я не помню где, он даст нам свой шмот. Там не такой важный шмот, конечно, но все равно это тоже плюшка. Дайте мне выйти, э. Дай мне выйти, сказал. Кстати, из них может выпадать красное око. Для этого надо сделать вот так. Чик, вот так. А здесь шапочку. Чтобы увеличить шанс, да? Ну, конечно же, шанс не увеличивается прям на миллион процентов, но... Кое-что-то увеличивается. Вот видите, и ничего не появилось. Вот профит. Кстати, а здесь факела уже больше нету у нас нигде, я помню. Нету, нету, нету. Ну ладно, все, неважно. Я потом обязательно вам покажу, да? Когда вспомню. Мы сейчас пойдем дальше. У нас уже время мало осталось. Был тяжелый выпуск, конечно же. Я очень много времени потратил именно на убийство. Но самое главное, я сделал это. Это того стоило, поверьте. Потом пойдем в безлюдную пристань. И нам нужно будет всех поубивать. Тогда я начну зачистку вместе с вами. Потом продолжу. А потом уже следующая запись будет. Следующая часть, да? Именно прямо уже возле босса. Там нужно будет убить босса. Начнем потихонечку убивать. В любом случае, вот. Попал в меня, да? Нет. А-а-а. Опа. Можно, в принципе, пока побегать щитком с этим, да? Какая разница? Пускай будет. У меня вес нормальный? Нормальный. Мне вообще ни горячо, ни холодно. Много получится? О, получилось почти. Видите, надо противника всегда изучать. Непонятно, как он ударит. Вот, непонятно. Ммм, вкусняшка. Вот так, например. О, что? Самое главное сейчас не прокосить и упасть правильно. Он сюда вот пойдет. Камон, камон. Оп, оп, оп. Нас бьют очень больно. Но мы терпим. Опа. Все, мы прокачали интеллект, кстати, да? Надо будет к этому мужику сходить, чтобы он к нам перешел. Пойдемте, пробежимся. Чтобы время не тратить. Почти. У него старая техника, очень старая. Тоже почти. Даже собака кривая. Ну, потом, если что, сможем вызвать здесь бота. Это само собой нужно будет... А, я вот не знаю. Если я выхожу из игры, по-моему, бот будет исчезать, да? Поэтому пока мы не будем его вызывать. Я смогу сюда вернуться в любом случае. Пойдемте просто навестим одного человека. И прямо в начале следующей серии... Ой. Прямо в начале мы пойдем сразу драться с боссом. Это тоже, я думаю, будет нелегко. Опять же, я буду использовать парирование. Отбивать удары его. Все нормально? Нормально. Напомню, чтобы с ним говорить, нужен интеллект от 8 единиц. Поехали. Продолжение следует... 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 Пока!